Не устанем напоминать, что диабет не приговор. С таким диагнозом можно и нужно жить полноценной жизнью, даже если болезнь выявили в три года. Этому миллионы российских диабетиков учат на занятиях в школах диабета. Эти школы работают благодаря реализации программы «Борьба с сахарным диабетом» нацпроекта здравоохранения. О необычных уроках и учениках наш сюжет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сын Юлии Фаворской живет уже четыре года. В больницу малыша везли с обычной простудой. Но анализы показали, сахар в крови ребенка в шесть раз превышал максимальные значения. Риск впасть в кому был колоссальный. Я подхалываю инсулин, чтобы съесть яблоко. Теперь жизнь Геры не по часам, а на часах. На них и на другие гаджеты система мониторинга выводит все необходимые показатели. На животе прикреплена помпа, которая поддерживает уровень инсулина. Я танцую спокойно, брейк-данс, выигрываю окружные батлы, и мне это ничем не мешает. Сахарный диабет – это заболевание, которое еще сто лет назад было абсолютно смертельным. И сахарный диабет, который развивается у детей, он приводил к гибели малыша, когда у него развивался диабет. Сейчас наука шагнула очень серьезно вперед. Прорыв века – изобретение инсулина. Но этого мало. Диабетикам нужна система мониторинга, умение правильно рассчитывать дозировку и делать инъекции. Всему этому уже 35 лет учат в так называемых школах диабета. Инна Пашина – единственная в стране медсестра, которая преподает больным помповую инсулинотерапию. Как медицинская сестра я даю человеку фактически работать на «ты» с этими технологиями, без которых сейчас совершенно никуда. Уходит волнение, они понимают, что делают с этими помпами, они корректируют инсулин. На занятиях порой решают сложные математические задачи. Как рассчитать инсулин при физической активности в походе? Занятия школ диабета проходят во всех регионах страны. Взрослые должны проходить переобучение раз в три года, дети – каждый год. У меня сахарный диабет первого типа с трех лет. Мне сейчас 16, я болею уже 13 лет. Сюда, здесь я наблюдаюсь, получается с четырех, то есть каждый год езжу. Артему Шершневу из Тюмени диагноз не мешает заниматься спортивными бальными танцами. Жить полной жизнью с диабетом можно и нужно, говорят врачи. Это они хотят донести до тех, кому диагноз только поставили. А таких немало. Благодаря нацпроекту здравоохранения только в этом году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 60 миллионов человек. Из них выявлено более полутора миллионов случаев сахарного диабета. Несмотря на рост заболеваемости во всем мире, благодаря технологиям, качество и продолжительность жизни диабетиков растет. Впрочем, как и шансы дождаться появления лекарства для полного излечения недуга.